всем привет вы смотрите автору и мы с вами находимся в адыге здесь прекрасная погода палящее солнце в небе и маленькое солнышко повышенной проходимости рядом со мной вот этот красивый оранжевый цвет называется аурум а машина если вдруг кто-то не узнал это новая лада гранта кросс и сейчас я вам про нее все расскажу лада гранта кросс это пятый представитель нового семейства гранта возможно вы знаете что от модели под названием калина автоваз отказался формально и теперь хэтчбэк и универсал которые раньше продавались под названием калина вошли в семейство гранта с какой-то точки зрения это такой своеобразный хитрый маркетинговый ход лада гранта всегда была одним из самых популярных и продаваемых автомобилей россии а теперь когда ее семейство переросло сразу несколькими моделями пусть и номинально статистика продаж обещает стать еще лучше естественно в общем и целом дизайн изменился точно так же как на обычных грантах и теперь автомобиль стал чуть больше похож на старшую модель веста вот такой вот у него x-фейс так называемый x-образная решетка радиатора и хромированные молдинги фара очень похожа обратите внимание вот на эту двухэтажную решетку смотрите какие крупные соты у нее особенно здесь вот в нижней части в общем-то радиатор открыт всем ветрам и камням помимо особого сложного цвета аурум который доступен только для кросс версии гранты универсал разумеется отличается особым вседорожным обвесом накладки из неокрашенного пластика на колесных арках дверях и порогах а также новый обвес с накладками под алюминием такая внедорожная тематика в автовазе утверждают что замена такой накладки но точнее не замена а сама по себе накладка будет стоить меньше тысячи рублей ну плюс работы у дилера кстати эту накладку еще нужно умудриться повредить с таким то дорожным просветом на гранта кросс клиренс достигает 198 миллиметров это самая высокая гранта 198 миллиметров это показатель под картером двигателя при снаряженной нагрузке от 182 миллиметра при полной нагрузке в общем это на 18 миллиметров больше чем у обычной гранты углы въезда и съезда достигают 18 9 и 26 1 десятая градуса соответственно за счет чего этого добились во первых сзади установлены другие амортизаторы более длинноходные а точки крепления чашек передних амортизаторов были смещены на случай если вам всегда было интересно как же выглядит гранта кросс снизу вот смотрите вот так вот бесхитростно крепится вот этот вседорожный обвес пороги пороги немножко у нас дышит вот таким образом но сидят очень плотно к этому вопросов нет залог повышенного клиренса новые задние амортизаторы ну и отвечая на уже бессмертный вопрос сразу скажу что полного привода на гранте кросс ждать не стоит потому что установка полного привода повлечет за собой фактически создание нового автомобиля настолько масштабные требуется доработки кроме того гранта кросс получила новые колеса ширина 195 миллиметров против 185 миллиметров у обычных грант профиль соответственно тоже вырос а размерность самих дисков составляет 15 дюймов у них кстати новый дизайн и вот еще какой интересный момент ради сохранения клиренса в случае с гранта кросс даже отказались от версии с автоматической коробкой передач потому что в такой модификации из-за картера коробки дорожный просвет был бы меньше в случае с обычными грантами например речь идет о потере 15 миллиметров клиренса на кросс версии такого позволить себе не могли так что гранта кросс будет доступна только с пятиступенчатой механикой или же с автоматизированной трансмиссией амп но о силовых агрегатах мы поговорим чуть позже но пока давайте заглянем в багажник его объем составляет 355 литров которые превращаются в 670 литров при разложенных креслах заднего ряда кстати раскладываются они в соотношении 40 к 60 уже в базовой комплектации внутреннее пространство багажника гранта кросс выглядит незатейливо если у старшего универсала веста св кросс здесь очень крутой продуманный органайзер то гранта кросс довольствуется более простой организации иерархию нужно соблюдать уже в базовой версии у гранта кросс будет регулировка водительского сидения по высоте вот он стоит лифт в диапазоне 40 миллиметров но несмотря на это регулировок все равно не хватает но по крайней мере мне во первых сказывается отсутствие регулировки руля по вылету во всех комплектациях но для бюджетного класса это нормальное явление а во вторых само кресло достаточно неудобные у него практически нет боковой поддержки спинка очень плотная с таким выталкивающим профилем очень тяжело устроиться спине а подушка короткая и ноги постоянно подвисает в воздухе как ты не усаживайся ну и можно обратить внимание как достаточно странно выполнена обивка передних кресел ее нижняя часть никуда не заправлена не подшиты и просто такие вот кусочки болтаются под подушкой ну а вот так я сижу по уже классической формуле сам за собой во мне 180 сантиметров роста бог коленем запас какой-то еще остается несмотря на то что здесь достаточно низкий свод дверного проема сама крыша находится высоко у меня очень большой запас над головой я нигде не бьюсь в общем то удобно конечно на заднем диване лучше сидеть вдвоем потому что по центру неудобно и из-за высокого тоннеля и из-за выталкивающего профиля валиков как на подушке сиденья так и на спинке ну и вообще для задних пассажиров здесь не очень много благ предусмотрено нет подстаканников нет выкидного подлокотника и нет плафонов на крыше примечательно что при таком вот ярком солнечном цвете кузова именно солнце выдало несколько эргономических просчетов автомобиля например приборная панель очень сильно бликует на ярком солнце возможно это из-за того что она закрыта стеклом который установлена под большим углом и она очень легко ловит все солнечные зайчики которые на него попадают то же самое можно сказать и про индикаторы климатической установки на ярком солнце вы практически не видите включен у вас кондиционер или выключен ну и раз уж мы заговорили о недостатках гранты то конечно же нельзя не отметить пожалуй самый явный из них это качество сборки да это бюджетный автомобиль от него не стоит требовать многого но даже держа в уме этот факт все равно находишь вещи которым удивляешься большое количество ничем не прикрытых болтов и шурупов но это еще ладно но просто многие из этих шурупов выглядит так как будто их сняли с бэушной машины и поставили на новую гранту на лючке сделанном в ковролине в багажнике через который можно добраться до проводки зачем-то сделали такую строчку степлером и вот эти металлические скобки уже вылезают и колют пальцы детали салона подогнаны очень плохо крышка бардачка стоит криво с огромными зазорами а вот этот вот бокс над центральной консолью открывается с каким-то усилием постоянно за что-то задевает но это кстати говорят достаточно частая проблема на грантах ну а дополняет картину шумоизоляции точнее ее отсутствие несмотря на то что при обновлении гранте добавили звукоизолирующих материалов здесь все равно очень шумно на больших скоростях в полный голос заявляет о себе ветер а если вы поедете по колее с высокой травой то вы будете слышать буквально каждую травинку которая бьется от днища автомобиля да и вообще в этой машине очень много каких-то интересных звуков вибраций которые проявляются совершенно спорадически вы даже можете просто стоять на светофоре вообще ничего не делать но машине постоянно будет что-то щелкать включаться вибрировать жужжать да скучно мне никогда не будет как я уже говорил ради хорошего клиренса гранту кросс лишили версии с автоматической коробкой передач так что выбор достаточно невелик автомобиль можно взять с базовым восьмиклапанным мотором объемом 1.6 литра мощностью 87 лошадиных сил и в паре с ним будет пятиступенчатая механика а можно взять более мощный вариант объемом 1.6 литров но 16 клапаны и мощностью 106 лошадиных сил он предлагается уже либо с пятиступенчатой механикой либо с роботизированной трансмиссией а мт еще осенью в ходе общего обновления семейства гранты моторы получили новую облегченную шатунно-поршневую группу и все стали так называемыми безвтыковыми то есть у них теперь на поршнях есть специальные выемки которые позволяют избежать тяжелых последствий в случае обрыва ремня грея и разбираться с последствиями встречи поршней с клапанами вам уже не придется у нас на тесте только 106 сильный агрегат в общем-то мотор давно хорошо изучен двигатель верховой он любит высокий оборот и любит когда его раскручивают до 2000 он практически не живет но в целом моторчик очень хороший автомобиль с ним получился очень шустрый особенно если в паре с механической коробкой передачи на ней мы кстати ездили вчера механика тоже без сюрпризов передачи включаются четко ну а третья передача по-вазовски воет в общем то как и раньше ну а сегодня мы едем на версии с роботизированной трансмиссии а мт как и на других моделях лада на грантах а мт получила новые режимы работы например это снежный режим в котором машина трогается за 2 передачи избегая пробуксовки а также так называемый ползущий режим для того чтобы удобнее было ехать пробках вам достаточно отпустить педаль тормоза и машина сама потихоньку начнет катиться но совсем как на классическом автомате ну и конечно же ей в очередной раз обновили прошивку робот стал работать чуть более расторопно чуть более разумно переключает передачи если вам нужно обогнать ну а сами переключения стали мягче хотя конечно если разгоняться в полную педаль то тычки при переключениях все равно достаточно заметны но вот что еще интересным есть волшебная кнопочка с надписью спорт вот она расположилась на центральной консоли рядом с кнопкой включения обогрева ветрового стекла и с нажатием этой кнопки машина превращается в настоящего зверя и все 106 лошадиных сил просто рвутся наружу и ну на самом деле конечно нет что это означает это означает то что отсечка чуть это двигается глубже в красную зону машина более расторопно переключается на пониженную при обгонах и дольше держит высокие обороты нажимаем педаль пол и вот моментально трансмиссия реагирует обороты взлетают в общем-то к этому моменту претензий нет но двигатель просто работает на разрыв аорты в таком режиме и обороты как-то слишком уж сильно залипают в красной зоне по-хорошему пора боже переключаться машина все еще бьется в отсечку но главное достоинство гранта кросс это конечно же подвеска это какая-то совершенно неубиваемая конструкция которая кажется может пережить даже ядерный взрыв да и на обычной гранте подвеска работает прекрасно здесь с увеличенным клиренсом машина стала совершенно всеядной грунтовки гребенки проселочные дороги просто открытое поле вообще без разницы машина едет прямо абсолютно все проглатывает ничего не передает на кузов нигде не пробивает шикарно работает просто отлично и при этом даже несмотря на увеличенный клиренс на обычных шоссейных дорогах она очень хорошо держит курс независимо от неровности изменений рельеф или каких-то волн на асфальте машину просто на большой скорости едет как по рельсам прямо и и вообще невозможно сбить нет шикарно шикарно настроена шоссе очень хорошо единственное что немного портит приятные ощущения от очень хорошей ходовки это электроусилитель рулевого управления это стандартная история для бюджетного сегмента это последствия попыток найти компромисс между удобством рулежки и бюджетностью решения сам по себе электроусилитель конечно же без вопросов выполняет свою работу руль крутить легко но он слишком легкий он синтетически легкий и поэтому не информативный вам очень сложно понять что происходит под колесами особенно если вы попытаетесь ехать более-менее динамично ну и плюс ко всему на неровностях на руль приходят удары от камней которые попадаются под колеса ну а в целом лада гранта кросс заставляет в очередной раз задуматься над разностью таких понятий как дешевый автомобиль и доступный автомобиль машины будут три комплектации базовая стоит 555 тысяч рублей и помимо вседорожного обвеса за эти деньги вы получите регулировку водительского сидения по высоте регулировку руля по углу наклона электро стеклоподъемники на передних дверях электропривод и обогрев зеркал и климатическую установку ну а топовая версия в исполнении люкс получит также датчики дождя и света и круиз-контроль с ограничением скорости кстати круиз-контроль появился на всех моделях гранта минувшей весной и автоваз как-то скромно умолчал про это обновление да у гранты кросс даже в топовой комплектации не будет мультимедийки с парковочной камеры например или с цветным дисплеем и навигацией не будет какой-то крутой музыки более того гранта кросс лишили топовые версии люкс престиж которая доступна обычным грантом а следовательно у гранта кросс не будет системы стабилизации esi но причина все та же причина в экономии в попытке сделать как можно более бюджетный автомобиль оснащены только самым необходимым ну а как выбиралась это самое необходимое она выбиралась если верить автовазу по запросам потребителей по запросам владельцев грант автоваз собирал информацию о том какие опции какое оснащение хотелось бы увидеть пользователем этого автомобиля и на основе этого делал комплектации да чем-то пришлось пожертвовать но если посмотреть с другой стороны за чуть более 600 тысяч рублей вы можете получить машину с автоматизированной трансмиссии да это вазовский робот на это автоматизированная трансмиссия вам не нужно переключать передачи у нее будет круиз-контроль у нее будет какая-никакая мультимедийка который поддерживает юсби есть слот под sd-карту и протокол bluetooth она понимает и при этом мы говорим о новом универсале повышенной проходимости да если к ценообразованию обычной гранты возникали некоторые вопросы потому что в старших комплектациях она уже заходила на территорию более крутой модели lada vesta только версии именно кросс таких вопросов уже не остается потому что по большому счету в таком бюджете аналогов этой машине нет и при этом не стоит забывать что мы говорим о сегменте в котором цена имеет принципиальное значение да и даже несмотря на плохое качество сборки вот это вся некоторая возможно примитивности кандовость конструкции при этом внушает некоторую уверенность в том что автомобиль не будет часто ломаться он простой он механический он плотно сбит и на нем действительно интересно ездить как бы странно это не звучало иногда из моделей более старших классов хочется выйти на ходу здесь нет она живая она интересная на механическая и она классно едет итак как бы вы оценили этот автомобиль он доступный или он все-таки дешевый обязательно пишите свое мнение в комментариях подписывайтесь на наш канал оставайтесь с нами впереди вас ждут еще более интересное видео спасибо что смотрели счастливо